В темноте не видно штрафов Есть такие случаи, когда водители отступают от требований права не вооруженного движения Тем самым производят тонировку на передних стеклах своих автомобилей Можно ли избежать штрафа за это нарушение? Где тонировка допустима и накажут ли за темные фары? Минуя очередь, как поставить машину на учет через интернет? Сезон ремонтов открыт, где автомобилистов поджидают ямы на дорогах Разобраться не успели, сургутские полицейские отбили у водителей желание выяснять отношения на дороге И бесстрашный мотопедист, куда спешил водитель железного коня и где нарушители рискуют прославиться на всю страну? Все подробности прямо сейчас Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который серьезно усложнит жизнь любителям побаловаться спиртным за рулем Законодатели предлагают изымать у нетрезвых водителей авто и возвращать их только после внесения залога Сумма залога составит 30 тысяч рублей В Нижневартовске пьяная автоледи едва не угробила собственных детей Как выяснилось, дама отдыхала на даче с супругом, но после ссоры забрала детей, авто и отправилась в сторону города Однако на железнодорожном переезде не справилась с управлением и снесла ограждение В ДТП травму получила сама виновница Ее 6-летний сын и 3-летняя дочь доставлены в больницу Автоледи госпитализация, впрочем, не потребовалась Прибывшие на место полицейские отметили, что у дамы имеются признаки алкогольного опьянения Но от прохождения свидетельствования она отказалась К слову, опыта вождения, как и водительских прав, у женщины нет В ноябрьске стартовал сезон дорожных работ Латать ямы в первую очередь будут на улице Высовского Хотя это не самое проблемное место в городе Такие глубокие и небезопасные для авто сюрпризы ожидают водители еще как минимум на пяти городских улицах К слову, в этом году асфальтирование даже самых проблемных участков хоть и планируется Но пока откладывается из-за недостатка финансов Поэтому дорожникам ничего не остается, кроме как латать про орехи В России запущен сайт с видеопримерами опасного вождения Электронная библиотека содержит наглядные видеопособия о том, как не стоит себя вести на дороге Водителей поделили на группы Торопыги, воспитатели, нервяки, ну и так далее Библиотека будет пополняться регулярно, так что у злостных нарушителей есть шанс прославиться В Сургуте двое водителей не успели выяснить отношения на дороге Едва автовладельцы покинули салоны своих авто, дабы поговорить, что называется, по-мужски В ситуацию вмешались подоспевшие полицейские Чем все закончилось, неизвестно Но, скорее всего, желание устраивать разборки посреди проезжей части у мужчин пропало раз и навсегда Несмотря на то, что сезон мотоаварий на Ямале, да и в Ноябрьске уже открыт, некоторые владельцы железных коней забыли об осторожности В объектив видеорегистратора попал невнимательный, ну или слишком торопливый водитель мопеда По всей вероятности, он ну очень спешил повернуть налево, а потому решил сделать это в нарушение правил И устремился прямиком во встречный автомобиль Впрочем, водителю машины хватило терпения пропустить мотопедиста В этот раз обошлось, а вот в следующий удача может и отвернуться Современные технологии уже не просто входят, а буквально врываются в нашу жизнь Посмотрите, еще несколько лет назад владельцы только осваивали возможность оплаты штрафов через интернет Теперь у нас гораздо больше возможностей При помощи сети теперь можно купить полис ОСАГО, подать заявку на замену или получение водительского и поставить машину на учет В прошлом году желающих электронно оформить документы на авто было всего несколько десятков Однако, по всей видимости, автовладельцы распробовали систему За несколько месяцев этого года удаленно в ГИБДД обратились уже несколько сотен человек Гражданин может записаться на удобное время для него для обращения, для получения государственной услуги по регистрации транспортности и также получения водительского удостоверения Для этого у нас выделено отдельное окно приема Гражданину не требуется получение также электронного талона через терминал, который установлен в госавтоинспекции В то время, которое вы записались, подходите и сдаете документы Заявки с сайта в местное отделение ГИБДД поступают моментально, здесь их обрабатывают и к назначенной заявителям дате, все необходимое уже готово Не требуется оформление заявления, вы сами уже в электронном виде все это формируете На момент обращения инспектор распечатает это заявление Мы на момент обращения, уже до обращения даже гражданина, это заявление уже обрабатывается сотрудникам, что сокращает период обработки данного заявления уже В ГИБДД даже сделали отдельное окно для тех, кто обращается через сайт госуслуг Юрий Петров, к примеру, за 20 минут получил документы на автомобиль Купил прицеп, надо было поставить на учет, поставил на учет в течение полчаса Эта программа начинает работать уже, обращаются уже граждане, потому что это удобная система для граждан, для получения госуслуг Когда за тренировку перестали снимать номера, любители непроглядных темных стекол, наверное, в какой-то степени даже ликовали Ведь заплатить штраф куда проще, да и не факт, что попадешься под рулем И пока в правительстве решают, стоит ли уже сражать за это наказание, некоторые водители налегают на тренировку А действительно, стоит ли за это наказывать? Ведь это не пьянство за рулем и даже не агрессивное вождение Что по этому поводу думают сами водители? И можно ли устранить нарушение на месте и не платить при этом штраф? Все подробности прямо сейчас Когда особенно едешь в отпуск, жарко на юге, то, конечно, нужно затемнение Но раз законом не идти, как говорится, в противодействие, просто поставить за нависочки Мы просто решили эту проблему Меньше солнца светит, а так приходится в очках Очки зачастую неудобны и искажают немножечко зрение А с тренировочкой все-таки попроще Разбивкой бомбят машины, вытаскивают Ну, то есть, как бы, сохранность внутри салона личного имущества и всего остального Девять, два, семь, правило принимаем, восстанавливаем Любовь к тренировке, это, конечно, не уголовное преступление Но в определенной степени все-таки идет в разрез с законом Не сказать, что ноябрьские водители испытывают массовую любовь к темным стеклам Однако, как говорится, не без греха Есть такие случаи, когда водители отступают от требований права недооруженного движения Тем самым производят тонировку на передних стеклах своих автомобилей Ну, некоторые объясняют и тем, что так удобнее Меньше попадает солнечного света в салон Тем самым им комфортнее находят Но, тем не менее, есть требования технического регламента Под обыску колесных транспортных средств в эксплуатации Где прописано о том, что светопрускание передних боковых стекол Не должно превышать 75% Наказание за нарушение – общеизвестное штраф в 500 рублей и предписание на устранение Если с первого раза оказалось непонятно, то за повторное нарушение наказывают строже При выявлении данного правонарушения в отношении водителя возбуждается дело о административном правонарушении Предусмотренное частью третьей прим. 1 ст. 12.5 Кодекса РФ административных правонарушений Впервые за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в 500 рублей Значит, в соответствии с возбуждением дела о административном правонарушении водителю также выдаются требования об устранении совершенного административного права нарушения. Если водитель второй раз попадается за нарушение права тренировки, в отношении водителя возбуждается дело на основании статьи 19.3, то есть не выполнение законного требования сотрудника полиции, а прекращение противоправного действия. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Погода для замеров сейчас вполне подходящая, поэтому проводить профилактические рейды инспекторы ГИБДД будут ежедневно. Понятно, что их интересует тонировка передних, боковых и лобового, ведь затонировать заднюю полусферу это вполне легально. С задней частью автомобиля можно делать все, что угодно при наличии боковых зеркал. То есть зад не регламентируется никаким образом. Можно заклеивать какой угодно пленочкой. Желание клиента, конечно, закон, но специалисты категорически не рекомендуют его нарушать. Жить гораздо проще, когда тонировка соответствует стандартам. Человек хочет, но не может, потому что штрафы, во-первых, стали больше, и уже люди сами этого не хотят. Лишняя проблема на дороге уже ни к чему. Поэтому остановились только на задней части. И то, что можно, вот на примере этого автомобиля, максимум, это полосочка на лобовое стекло 15 сантиметров. Это все, что допускает наши правила, наш ГОСТ. Даже вот на марочках есть меточка, докуда можно делать полосочку. Хотя, признается Денис, машины ему больше, чем за 10 лет работы, приходилось не только заклеивать, но и, наоборот, избавлять от пленки. Миллион раз приходилось, растонировали. Когда начали снимать номера, люди сами стали записываться, чтобы снять пленочку, не дожидаясь, пока их основные сотрудники. Можно, конечно, и на удачу. Наклеить самую светлую пленку, от посторонних глаз не спрячет, но от ультрафиолета все-таки убережет. Однако гарантировать, что и она пройдет полицейский замер, сложно. Тут 50 на 50. Многое зависит, в первую очередь, от цвета самого стекла на авто. Но если все-таки повезет, то оснований для штрафа не будет. Если тонировка, скажем так, светопропускание, которое составляет 75%, то это и есть допустимая норма. Но эксперты все-таки не советуют. Тут можно и промахнуться. Если некоторые водители доходят того, что они заклеивают передние стекла автомобилей, бывают несветопропускания, даже не составляют и 10%, то, соответственно, в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости, обзор со стороны водителя ухудшается в разы, что может привести к дорожно-транспортному происшествию с тяжкими последствиями. Сзади едешь, не видишь, что там, а вдруг ребенок выскочет, а вдруг еще что-то. И это же уже не по-человечески. Мы все водители, все должны понимать. Я считаю, нельзя. Вот я родом с Чечни, там так вообще запрещена тонировка. Конечно, инспектор ГИБДД должен видеть, что происходит в машине, кто сидит за рулем. Я думаю, это правильно, конечно. Ну, сзади можно тонировать, а спереди, вообще, я считаю, сам намучился со своим ребенком, который молодой, вот ему нужно затонировать все, а я это-то устрадаю. Нет, спереди ни в коем случае. Ничего не видно вообще. Видимость-то хуже, не видно ничего, когда затонировано. Когда солнце, особенно, ничего не видишь. Я знаю, как люди не понимают. Ну и, собственно, один из главных вопросов. Можно ли сорвать тонировку при инспекторе, чтобы не платить штраф? К сожалению, для нарушителей нет. Ведь по техническому регламенту запрещается именно управление таким автомобилем. Так что квитанцию после замеров, разумеется, автоинспектор вам все равно выпишет. Потому и смысла спешить избавляться от пленки при полицейских нет. Можно сделать это в куда более удобной обстановке, нежели посреди улицы. Кстати, за тонировку фар, как передних, так и задних, тоже предусмотрена ответственность. Штраф 500 рублей. Сумма может быть и невелика с учетом действующих скидок, однако не стоит забывать о том, что затонированные фары в темное время суток делают машину менее заметной на дороге и шансов попасть в ДТП куда больше. Это была программа «За рулем». Всем пока!